Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава книги Иеремии в переводе Луки Маневича читают для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. Ну вот, постоянно Иеремий обличает идолопоклонство, постоянно он говорит о том, что израильтяне отреклись от Бога, ну, может быть, не совсем, не до конца, но, по крайней мере, почитают не его, а почитают этих самых идолов. А в чем, собственно, разница-то? Ну, почему бы каждому не обладать такой свободой религиозной, плюрализмом таким, веротерпимость, где же его? А дело в сути. Дом Израилев, слушай слово, которое Господь говорит себе. Так говорит Господь, не учитесь путям народов, ну, то есть остальных народов, не страшитесь знамений небесных, которых племена страшатся. То есть там пролетела комета, это там к войне, говорят, или что-то еще. Ведь законы народов ничтожны. Дерево в лесу срубили, мастер топором его обработал, серебром и золотом его украсил, молотком гвоздями укрепил, чтобы оно не шаталось. Словно пугало, на грядке огуречные идолы говорить не могут. Поднимают их, носят, но самим им не ступите шагу. Их не бойтесь, они зла причинить не в силах, и добра от них не будет. Вот сначала написывают идолы, да, то есть это из дерева делается что-то, потом оно украшается серебром и золотом, но это всего лишь истукан, это всего лишь некоторый физический объект. Нет подобного тебе, о Господь, ты великий, твое имя великое и могуче. Кто тебя не устрашится, о царь народов, одному тебе это подобает. Среди всех мудрецов разноплеменных во всех царствах нет подобного тебе. Идолы глупы и жестоки. Учение идолов ничтожных лишь деревяшка. Они серебро, чеканное из торшиша, золото из уфаза. Ну, это некие далекие страны, вероятно, торшиш это на западе, где-то средиземноморская область уфаза, это наоборот на юге, что-то вроде Аравии. И из них привозили особо ценные металлы. Ремесленника, а не поделка, плавильщика изделия. Их одежда лазурь и пурпур, труд искусников. Лишь Господь Бог истина, Он Бог живой, царь вечный, от Его гнева земля сотрясается, пред яростью Его народы бессильны. Вот, собственно, основная разница, и Иеремия, как и другие пророки, подробно это описывает. Скажите им так, не будет больше на земле под небесами богов, которые небес и земли не сотворили. А дальше о том, который сотворил. И как он это сделал. Вот в чем разница-то. Бог настоящий сотворил небо и землю, идолы, наоборот, творения рук человеческих. Могуществом своим он сотворил землю, утвердил вселенную мудростью свою, разумом своим распростер небо. Возвысит он голос, соберутся, зашумят на небесах воды. От края земли он тучи поднимает. Творит он молнии и грозовые, выводит ветер из своих хранилищ. Безумен человек без знания. На позор себе мастер идолов выплавляет. Ибо идолы его литые ложь. Нет них духа. Ничтожные они, смехотворные поделки. В час расплаты они сгинут. Но не таков он, удел Иакова. Всему он дал облик. Израиль племя его и владение. Имя его Господь воинств. Вот основная разница. Ну и если они поклоняются идолам, то чем же это закончится? Он уже не раз об этом говорил. Вот еще. Собирай свои пожитки, чтобы страну свою покинуть. Ты, живущая в осаде. Обращается к Иерусалиму. Слово город древнееврейский женского рода. Поэтому он к ней обращается как к женщине. Ибо так говорит Господь. Ныне я изгоню жителей земли этой. На сей раз беду на них оброшу, чтобы они до дна ее испили. Горе мне. Я истерзан, болят мои раны. И сказал я, о, моя боль, как ее вынесу. Шатер мой разграблен, веревки разорваны. Сыновья ушли и пропали. Кто теперь шатер мой установит? Полотнище натянет. А это вот уже описание того, как увели в плен, как разорен город и народа нет. Пастыри безумны стали. Господа не ищут. За это нет им удачи. Стада их рассеялись. Вот весть приходит из северной земли гул великий. Станут города иудеи пустыни приютом шакалов. Познал я, Господь, человек над путем своим невластен, ищущий невласти, идущий невласти над своими шагами. Накажи меня, Господь, но справедливо, не во гневе, не губи меня, и злей свою ярость на народы, что тебя не знают, на племена, что имени твоего не призывают. Ибо Иакова они пожрали, пожрали его, погубили, селенья его опустошили. Что это значит? Накажи меня, но не во гневе, не губи, а злей свою ярость на народы. Это постоянное различие, которое пророки проводят между израильским народом и окрестными языческими народами. Господь так или иначе карает их за отступничество всех. Но для Израиля, Иудеи, Иерусалима это наказание для того, чтобы его исправить. И это резко отличается от того, чтобы уничтожить народы в ярости и гневе, от того, чтобы просто стереть их с лица земли. И просто хотя бы в память о том, что это народ Господень, в память о том, что все-таки почитание Бога, хотя отчасти и забыто, но не полностью, ушло из этого народа. Вот разница между судьбой окрестных народов, которые, кстати, для наших дней не дожили, и народа еврейского, она действительно огромна. Но в 11 главе продолжится эта тема. Продолжение следует...